привет дорогой друг меня зовут алексей я из владивостока сегодня у нас на обзоре корюшка и немного математики я расскажу вам о том как за короткий период времени раньше чем заявляет производитель можно купить наше оборудование поехали посмотрим итак у нас корюшка малородка 12 сантиметров прошлогодняя она уже начала окисляться слегка но это не страшно здесь у меня пол мешка 11 килограмм купил ее по 100 рублей за килограмм вот давайте посчитаем посмотрим что у нас получится нам понадобится солить я буду прям в раковине нам понадобится одна пачка соли солить мы будем один час периодически размешивая аккуратно вот потом потом я покажу что мы будем делать погнали в принципе достаточно оставляем на час перемешиваем периодически прошел один час я набрал тазик холодной воды и буду использовать уксус для чего он нужен для того чтобы остановить процесс замедлить процесс окисления жирной составляющей корюшки она тогда получается более серебряная блестящая красивая презентабельная так как у меня корюшка старая это особо роли не сыграет но со свежей корюшка это помогает ей как как консервант остановить процесс окисления все нам понадобится где-то на 6 литров воды 33 ложки уксуса добавляем и делаем следующим образом корюшка наша посолилась и просто берем вот так и прополаскиваем от нашей солюшки ничего замысловатого все простенько просто взбиваем соль вот таким образом ну все друзья корюшку нашу промыли далее нам понадобятся вот такие вот скрепочки вот и будем нашу корюшку продевать через жабру корту вот таким вот образом будем продевать и складывать а потом мы пойдем вешать ее в наш замечательный швс вот таким вот образом я поставлю на паузу продену потом уже увидимся до повешаем наш швс ну вот и не прошло и трех часов ушло у меня такое количество скрепок вот нашу корюшка пойду вешать итак друзья представляю вашему вниманию уже мое оборудование у меня швс один от компании москит прошлом идиллия загрузкой до 80 килограмм данное оборудование имеет в себе всего три кнопки пульта управления ну и датчик температуры здесь в камере у нас есть вентилятор сверху эти тем находится все очень просто вот здесь в углу находится щуп температуры вот так этот выглядит вот он вентилятор все простенько вешается на таких вишалах вот здесь есть боковые вот такие мешала и поперечные шампурики на которой я собственно и повесил нашу корюшку вот сейчас у меня здесь висит ровно пол мешка корюшки я насчитал 600 рыбок что еще хочу добавить работает все просто рекомендую к данному оборудованию покупать что-то типа вот такой розетки это реле времени для сушки вялки рыбы очень необходимо чтобы рыба сушилась промежутками я делаю таким образом три часа не работает оборудование один час отдыхает розетка просто обрубает включает когда нужно питание все данный шкаф можно поместить если сушить вот такую корюшку вот свободно плавание у меня на каждом шампуре надета по 20 хвостиков 10 штук в ряд вот можно плотнее сделать по факту что-то я ну пол мешка только сделал надо было весь мешок делать потом еще до кидаю и все сохнуть она будет примерно ну не знаю чуть меньше суток меня высыхало меня толсток а была за полутора суток высыхала в таком шкафу только у меня побольше был на 100 килограмм загрузки до этого сейчас у меня такой до 120 килограмм загрузки сейчас вот такой у меня швс комарик ребят обязательно надо заземлять когда подключаете вот чтобы током не шибанула как она работает мы включаем систему сети включаем работу вентилятор вот эта кнопочка вот смотрите запускаю помимо вентилятора включается тэн и выставляется температура без вентилятора она не метод выставляем температуру для сушки вялки 22 градуса будет достаточно 22 23 и все и она будет работать сушить но я с вами прощаюсь поставлю на паузу я с вами пока прощаюсь высушу нашу корюшку и дальше мы с вами уже будем ее пробывать кстати вот вот это изобретение от компании москит очень крутое я даже думаю мы с вами посчитаем за какой срок если работать непосредственно с корюшкой можно ее окупить ну вот и все друзья подошло время вытаскивать нашу корюшку включим свет да посмотрим что получилось красота рассохла хорошая сейчас буду снимать и будем дома взвешивать пробовать и считать нашу корюшку я уложу в коробочку и взвесил у меня получилось в этой коробке 3 килограмма 630 грамм ребят давайте считать математику и отвечу на вопрос за какой период времени можно купить наш швс в моем случае швс 1 загрузка до 80 килограмм сразу скажу что корюшки залезет туда явно меньше но заработать на ней можно явно больше объясняю почему это корюшка прошлогодняя купил я ее по 100 рублей за килограмм в общем высушил сушил я всего лишь пол мешка эти пол мешка высохли ну вот 11 килограмм получилось 3 630 продать ее можно в магазин оптом сразу заберут с руками и ногами по 1000 рублей за килограмм магазинах а лежит она обычно ну пивных магазинах полторы тысячи рублей это малородка 12-16 сантиметров друзья я посчитал математику сразу продиктую чего у меня получилось и за какой период времени можно купить нашу камеру для сушки вялки рыбы там или мясо смотрите сами видели что в камеру спокойно залезет мешок этой корюшки 22 килограмма стандартный мешок по себестоимости 2200 рублей на выходе у нас получится готовой продукции все 7 килограмм 260 грамм ну равно если по тысячи продаем я сейчас проб 7200 рублей у нас получится чистая прибыли минус 2 200 мешка у нас получается 5060 рублей а наш швс вот в моей модели ну самый маленький который есть из того что предлагает наш изготовитель компании москит стоит 64 тысячи там 63 с чем-то 900 или 800 точно не помню я округлил до 65 давайте считать для того чтобы нам заработать чистой прибыли 65 тысяч рублей нам нужно 13 суток у 13 умножаем опять получаем 65 смотрите а для того чтобы за 13 дней нам нужно потратить ну то есть допустим если молотов эту корюшку покупаем по 100 рублей если вы конечно идете где купить просто я нашел но я живу на дальнем востоке тут это реально более у меня есть рыбный опрошка я знаю где взять 28600 рублей вам понадобится чтобы купить 13 мест 13 мешков этой рыбы валовый оборот у вас получится девяносто четыре тысячи триста восемьдесят рублей ну то есть я 13 умножил на 7 260 получил вот такую сумму отнимаю себестоимость нашей рыбы в двадцать восемь тысяч шестьсот рублей получаю чистой прибыли на остатки за 13 суток шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят рублей даже мы в плюсе давайте еще добавим сутки на логистику логистика такой по россии такого швс обойдется 5000 рублей если вы сами пункта выдачи заберете надо вам куда-то еще и ввести там просить транспорту чтобы доставили до вашего дома или тому подобное я живу в владивостоке мне вот она обошлось 5000 рублей это плюс еще одни сутки и того 14 суток ну и можно посчитать еще затраты на бензин за свои поездки там соль там не знаю где в этом помещении аренда в общем за 15 дней можно купить спокойно наш швс и начать работать прибыль вот так все просто ну а а я вам говорю спасибо что вы досмотрели это видео до конца друзья подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы всегда на связи всегда готов ответить всем спасибо пока пока москит рулит